в одном из своих старых видео если я не ошибаюсь как развить амбиции я рассказал о том что в принципе достиг всех своих физических желаний и так в шутку в полушутку сказал оглядываясь на замок позади себя что вот единственно неплохо бы приобрести такой домик я уже очень давно закрыл все свои материальные желания то есть все о чем я когда-либо мечтал подумывал у меня сбылось единственно может быть я еще не заработал на домик в европе типа такого но это очень крупная цель я не думаю что ближайшие пару лет можно ее достичь но посмотрим это большой каминный зал это помещение 100 квадратных метров в поместье то ли пятнадцатого то ли шестнадцатого века здесь уже довольно холодно и надо закрыть двери потому что если двери оставить открытыми уж не знаю как это работает но сразу начинают лезть пауки по всему дому ну и в целом учитывая наличие здесь сущности держать открытыми двери физически как-то не очень прям под нами большой ростовой камин а это его труба а еще в более ранних видео я рассказывал о том что попросил у одной высшей сущности жить вот в таком большом красивом доме и надо мной как бы пошутили сказали что вот как я всех изгоню так будет мне такой дом и там шутка заключалась в том что я думал что всех изгоню в одном парке а мне как бы всех изгоню вообще ну это все-таки оказалось не настолько злая шутка и возможность жить в красивом домике у меня появилась потом появилась и возможность жить ну фактически в замке и даже не в одном средневековых поместье я повидал за последний год больше чем наверное многие мои зрители за всю жизнь и мало того повидал пожил в нескольких из них и сегодня хотел бы рассказать о том как магия влияет на мою жизнь на конкретных живых примерах которые вы все наблюдали на моем канале как я оказался в своем первом поместье то видео про развитие амбиции я записывал в чехии в праге в парке одного из замков который стал общественным в тот период я что-то решил сменить квартиру и не хотел при этом обращаться к человеку который мне помог ее снять в первый раз у меня тогда не было документов еще не сделан был вид на жительство я из россии и поэтому чехи мне квартиру просто не сдали вот просто на отрез я рассказывал об этом видео цены на недвижимость в чехии я там час кричу и рву на себе волосы потому что там матрас лежащий на земле стоит 700 по моему евро в месяц можете посмотреть это видео местами она довольно забавная если вы не находитесь в чехии в процессе в общем и у меня возникла фактически дилемма я снял жилье на airbnb заплатил немалые деньги но там ужасный был не знаю там кажется кого-то травили ужасный был запах в общем у меня началась аллергия еще сильнее чем было в предыдущей квартире но не буду сейчас углубляться в общем от этой квартиры тоже пришлось отказаться и я вот я вот все мои вещи в моей машине вот моя машина и это был там первые полгода моего пребывания в европе поэтому денег ну не особо выехать из россии начать делать документы стоило очень дорого я вот только спустя там полтора года начал как-то только начал потихоньку восстанавливаться финансово переезд это в целом дорогое мероприятие особенно переезд экстренный и незапланированный ну думаю многие из моих зрителей к сожалению на себе это прочувствовали в общем к счастью многие люди хотят мне помочь и сразу я связался с парой человек один ученик у меня был в варшаве который тут же мне там в течение суток нашел приличную квартиру и один человек давно уже приглашал меня в париж во францию за что ему огромное спасибо и упоминал что там пустует домик его знакомых и его можно арендовать за относительно небольшую сумму я попросил сфотографировать что там за домик мне конечно было интереснее пожить в париже чем в варшаве ну не хочу никого обидеть но думаю это вполне логично и он отправляет мне фотографии и видео огромного средневекового поместья пятнадцатого века домик у него пустует разумеется через пару дней я уже ехал в париж к счастью отель в чехии снять не так сложно и я там перекандовался несколько дней приехав в париж я был поражен все вы видели я думаю видео про это поместье где я столкнулся с множеством сущностей все вы видели рум-тур по поместью если не смотрели переходите по ссылке в описании смотрите это очень интересно и это тот опыт который запомнился мне на всю жизнь я очень благодарен за возможность там пожить я пригласил туда всех людей которые помогали мне на пути переезда на пути эмиграции чтобы как-то их отблагодарить ну я надеюсь что всех принял как радушный хозяин я постарался чтобы всем было комфортно хотя мертвая женщина ползающая под потолку почему-то не всех воодушевила не знаю почему по моему отличный аттракцион для гостей многие мои зрители были рады что я оттуда съехал я не был рад мне там искренне нравилось да там темные сущности да обычным людям там очень страшно но я все-таки являюсь магом я профессионально могу изгонять и уничтожать темных сущностей поэтому мы просто поделили дом на две части в одной части я жил а во вторую ходил только днем и ночью никого не беспокоил они в ответ практически не беспокоили меня ну меня они совсем не беспокоили практически не беспокоили тех кто у меня гостил там были некоторые сложности с этим домом и когда я разобрался так вышло что поместье внезапно решили продать ну его продавали длительное время оно не продавалось разумеется оно стоит огромных денег и как мне объясняли даже если поместье условно продается вот прямо сегодня через полгода только оттуда нужно будет съехать соответственно я снял его как минимум на полгода потом через какое-то время мне сказали что можно снять и на год ну вроде как на том и договорились но так вышло что новые жильцы покупатели поместья и риэлтор француз страшный мудак кстати потребовали чтобы из поместья съехали жильцы то есть я в ближайшее время еще до подписания документов ну и хозяева с которыми я знаком не был я общался через своего клиента который договаривался потому что сами хозяева в другой стране и сначала мне сказали что ну все таки последний месяц можно здесь прожить и потом съехать через неделю мне сказали что нет все таки съехать надо к пятнице а еще через день мне сказали что чтобы завтра вещей не было это некрасиво это неприятная история тем более что были договоренности я за это платил деньги но в целом я не в обиде в моей жизни часто так происходит когда я совершаю какую-то крупную серьезную магическую работу меня просто направляют в другое место просто складываются таким образом обстоятельства поэтому я в целом привык хотя если бы я взаимодействовал с этими людьми лично я был бы несколько разочарован и я не удивлюсь если их поместье до сих пор не продано вот что-то есть у меня такое ощущение но я оказался на какое-то время из-за этого в Испании кстати поснимал там видео о жизни в Испании если интересно пишите в комментарии я запишу коротенькое видео именно с кадрами о том как я там жил в пенсионерской умиральне где только коттеджи где живут у моря пенсионеры из Британии и Германии и я тем не менее меня там очень радушно встретили мои ученики помогли как раз с арендой одного из этих коттеджей загородных домов как правильнее говорить несмотря на то что испанскую специфику я очень не люблю то есть в Испании есть много минусов и для кого-то там плюсы моря для кого-то плюсы что зимой тепло но для меня были только минусы Испании потому что плюсы для меня несущественны поэтому мне конечно тяжеловато было жить в таком климате но не хочу обижать тех кто меня там радушно встретил я очень признателен в итоге я провел ритуал и оказался ну вот я провожу ритуал и где-то проходит до трех дней может сутки может двое и мне говорят что в принципе все документы готовы там мне нужно было именно в Испании кое-что оформить и я могу уезжать больше мое присутствие не требуется ну проходит еще где-то 3 дня и я уже еду в Польшу до этого я успел съездить из Испании в Польшу и вернуться тоже по вопросам с документами мне в Польше очень понравилось несмотря на то что была зима и я фактически из плюс 20 приехал в минус 5 вернулся в плюс 20 и в минус 5 мне понравилось больше зимой чем в плюс 20 тем более что там где минус 5 зимой там в помещении плюс 25 а там где плюс 20 зимой там в помещении плюс 10 ну вы понимаете суть не топят ни хрена в Испании и на улице-то тепло, а дома нет а в Польше на улице холодно, а дома тепло как привычно мне в общем я оказался в Польше снял ну наверное знаете самую дорогую квартиру в Варшаве одну из самых дорогих потому что опять же не просто снять квартиру так как я из России плюс польский язык плюс там всякие подтверждения и прочее в общем снимал я на Airbnb снял очень хорошую приличную квартиру с адекватной хозяйкой живущей в Дании то есть которую я ни разу не видел все было здорово но все-таки я видел что цена неадекватна на это жилье и там были некоторые неудобства а когда наступила весна оттаяли алкаши говно маргиналы ну говно в смысле буквально на газонах и я понял что что-то район я выбрал не очень удачный если что улица Веленская 27 специфично там я так себе представлял Румынию суть не в национальном составе а именно в окружающих красотах я проанализировал свою жизнь повспоминал я сменил на тот момент 45 наверное арендованных квартир где именно на длительный срок ну хотя бы несколько месяцев прожил и у меня большой бэкграунд переездов большой бэкграунд проживания в разных условиях и я подумал что наверное счастливее всего если насколько если вообще для моей жизни корректное определение счастья счастливее всего я был в поместье во Франции ну разумеется я пришел к выводу что поместье в Польше я конечно не найду но я бы хотел наверное загородный дом в Польше просторный загородный дом где я спокойно буду сидеть у себя в кабинете писать лекции писать книги проводить ритуалы работать с людьми во Франции у меня кабинет там был 60 квадратных метров один только кабинет кстати очень жаль что оставил антикварную мебель из Франции в доме в Испании но не было возможности привезти но у меня там остался шикарный стол с кожаной обивкой антикварные кожаные стулья телевизор сушильная машина кожаный диван так вот я и переезжаю просто все бросил и уехал ну к счастью хотя бы там телевизор продали мне деньги перевели за что уже тоже я очень признателен обычно я просто все бросаю и уезжаю а тренажерный там же оставил в общем я подумал подумал решил что хочу загородный дом то есть конечно я человек городской мне не нравится никуда ездить я считаю что если живешь в городе нужно жить в центре города но если в загородном доме есть тренажерный зал в принципе и не надо ездить то есть может раз в неделю там куда-то выбираться погулять но моя жизнь достаточно аскетично я работаю занимаюсь магией читаю книги занимаюсь спортом стараюсь чаще включать playstation к сожалению очень мало свободного времени редко получается это делать но последнее время я наверное за месяц включил дважды для меня это уже большой прогресс потому что несмотря на предвзятое отношение компьютерные игры видеоигры они могут быть полезны для разных участков мозга если вам интересно я пообщаюсь более подробно с специалистами и запишу наверное отдельное видео пишите в комментариях если хотите в общем я подумал и решил что хочу загородный дом памятуя о поместье во Франции я не проводил никакие специальные ритуалы я просто совершил волеизъявления я пока просто на уровне намерения подумал твердо подумал о том что я хочу найти жилье в пригороде просторный дом в котором мне будет комфортно и в этот же день буквально там в 3 часа ночи этого же дня я нашел на airbnb просто случайно листая шикарный дом двухэтажный кирпичный современный с классным ремонтом большой где у меня бы была отдельная спальня отдельный кабинет отдельная гостиная то есть отдельный тренажерный зал то есть все комнаты которые мне по сути и нужны недалеко от города и я в 3 часа ночи заполнял данные карты и пока я их заполнял на airbnb этот дом сняли и сняли сразу на год я был просто в шоке я был в бешенстве я рвал и металл то есть как так я кто в 3 часа ночи снимает дома я уже очень настроился на него но как оказалось все было неспроста и буквально через день через два я также среди ночи наткнулся совершенно случайно на объявление о том что сдается поместье фотографии были не очень то есть вообще по фотографиям было непонятно что это где это находится оно там в часе езды от города а если пробки то в полутора часах езды то есть далеко мало кому это интересно я думаю ну надо попробовать пишу хозяевам и сразу пытаюсь арендовать на год на всякий случай у них там только на 3 месяца это начало лета я пишу можно ли на год они ну как бы мы хотели бы на лето для начала я говорю давайте я приеду мы переговорим я беру переводчика сажусь в машину на следующий день еду к ним они там муж англоязычный жена говорит по-польски по-английски я приезжаю мы беседуем я говорю что очень нравится очень все здорово хочу снять на год они сначала отнекивались в итоге согласились но что я увидел поместье 13 гектаров леса река четыре озера огороженная территория две собаки которые кстати живут на улице в помещение не заходят соответственно аллергии на них у меня нет кот лежит в розах спит целыми днями тишина птицы поют собственный лес 13 гектаров собственного леса я там слышал что в подмосковье выделяют кому-то для коттеджного поселка 10 гектаров территории а у меня для одного дома 13 гектаров там технический дом не один но территория усадьбы состоит из нескольких домов но в общем у меня отдельно дом в котором я живу один и это княжеская усадьба одного из весьма известных князей ну чтоб не гуглили где я живу не буду называть фамилию и честно говоря даже не знаю стоит ли снимать тут снаружи потому что могут просто узнать где я нахожусь может быть когда буду съезжать и дом устроен таким образом что как бы половина дома отреставрирована а вторая половина дома просто руины то есть в состоянии стройки или каэр морхина в плохие годы еще одна часть дома это такие не совсем доделанные как бы тут пытались сделать несколько квартир в этом доме ну вот в одной из самых больших живу я но всеми остальными могу пользоваться там в одной у меня прачечная в другом у меня тренажерный зал то есть пользуюсь я по сути всем домом и для кого-то это наверное были бы не очень комфортные условия потому что ночью здесь видят призраков потому что тут в полу ямы в какой-то древний подвал ну на нежилой территории все местами достаточно мрачное но мне очень нравится здесь прекрасный ремонт отличные хозяева поместья я потихоньку подтягиваю английский язык мы говорим с ними на английском у них отличный британский английский они много лет прожили в британии а я прекрасно общаюсь к счастью не очень часто но прекрасно общаюсь с хозяевами поместья я здесь имею возможность работать в редкие к сожалению увы удается отдыхать не так часто но тем не менее моменты отдыха выхожу прогуляться вокруг одного из озер или нескольких озер или просто по лесу здесь чистый воздух здесь тишина и красота и про владельца этого поместья писали что там после таких-то войн он удалился на покой там в возрасте 60 с чем-то лет и у меня ощущение что я тоже уже удалился на покой хотя я как активно работаю и я надеюсь что мне удастся здесь прожить ну хотя бы год в сумме хотя было бы интересно наблюдать за процессом реставрации остального поместья здесь на территории есть настоящие руины то есть вот реально как будто Каэр Морхен полностью разрушенный дом я кажется видел там тропинку внутрь но там все заросло деревьями как-нибудь я запишу видео на фоне этих руин очень красиво на территории есть еще один дом который сдается посуточно он побольше и он готов целиком может быть я перееду потом в него но пока мне в целом все нравится все меня устраивает как я уже говорил я живу в целом аскетично и несмотря на то что мне нужны определенные условия для жизни и работы у меня требования совсем не такие как у нормального человека и я хотел бы отметить один важный нюанс может быть я запишу на эту тему отдельное видео я посетил уже немало как я уже сказал замков поместья сейчас живу в таком и в домах с историей в домах где происходит какая-то чертовщина или просто в домах очень старых гораздо сильнее дух магии ученики моей школы практической светлой магии понимают о чем я говорю если вы не понимаете посмотрите видео как становятся магами я заметил что в таких местах грань тоньше грань между физическим миром и тонкими мирами и когда грань истончается и прорывается для светлого мага это проблема оттуда лезут темные сущности но когда грань крепка как сталь там нет магии и в некоторых местах нашего мира грань очень крепка и в этих местах ужасно жить магу а в местах где грань разорвана или очень тонка ну конечно разорвана ее держать не стоит надо бы подлатать но там где она очень тонка ваши силы возрастают кратно на видео к сожалению не видно но когда я проживаю в таких местах мои глаза они постоянно меняют цвет но радужка моего глаза становится по контур желтой и светящийся светящийся таким золотистым светом и сам я редко такое замечаю но мне говорили что даже в темноте этот кружок света в моих глазах виден и я этого не вижу но я чувствую насколько я становлюсь сильнее чуть позже когда я пойму что здесь конкретно происходит я запишу видео о призраках этого поместья но пока могу сказать что мне все нравится темные сущности здесь есть и их здесь немало благодарю за внимание с вами был саргас подписывайтесь на мой канал заходите на мой сайт максаргас.ком если вы хотите жить такой же жизнью вступайте в мою школу практической светлой магии сейчас доступен обучающий курс для начинающих для тех кто пока не готов вступить вы можете найти его по ссылке в описании до встречи